Одно из самых любимых зрелищ детей – это кукольный театр. Первое упоминание о нем в России относится к 17 веку. И одной из первых кукол был Петрушка. В настоящее время в каждом городе есть кукольный театр. И даже в сельских поселениях. В станице Вознесенской Лобинского района вот уже на протяжении 25 лет существует кукольный театр «Сказка». И непростой. Он достойно носит звание народного. Решение организовать кукольный театр в нашем Центре культуры и досуга пришло ко мне в то время, когда я поступила сюда работать в 1994 году. До этого я занималась немного, работая на фабрике игрушек, производством кукол. И поэтому решила порадовать ребятишек для того, чтобы создать для них кукольный театр. Ведь это же очень интересно. С этого все и началось. В этом году нашему ятру уже 25 лет. За это время было сделано немало кукол. Сейчас фонд нашего театра насчитывает около 150 этих кукол. У нас есть замечательные декорации. В нашем коллективе в настоящее время 7 человек. Мы сами придумываем декорации. Художник-оформитель нам их изготавливает. Я так думаю, что наши спектакли оформлены даже очень неплохо. Кукол мы шьем из подручных материалов. Цари, принцессы, казаки, бабки-ёшки. Более 150 кукол, сшитых своими руками. А самое главное, в спектаклях они не повторяются. Для каждого изготавливаются новые куклы. Мария Антоновна поделилась, какие из них она любит больше всего. Вы видите, как многообразные куклы нашего театра. Они все мои любимые. Но наиболее любимые для меня почему-то являются куклы нечистой силы. Например, бабки-ёшки. Я вообще к ним отношусь с большой любовью. И всегда, когда делаю, стараюсь выразить всю эту мощь их силы в их образе. У меня их несколько. Вот если вы можете посмотреть наверх. Вот ещё одна бабка-ёшка, ещё одна бабка-ёшка. В нашем спектакле сегодня вы видели бабку-ёшку. И вообще, я стараюсь для каждого спектакля делать новые куклы. Наши куклы, за редким исключением, повторяются в спектаклях. В текущем году, в год театра, готовится новый спектакль. Сценарий уже написан. Эскизы кукол уже в процессе воплощения. В этом году начата подготовка нового спектакля на кубанскую тему. По сказкам нашей кубанской писательницы Татьяны Кулик. «Приключения казачат». В настоящее время я работаю над созданием кукол. Сценарий уже готов, написан. Это всегда бывает так. Сначала пишется сценарий, а потом уже создаются образы. Я думаю, что к концу года мы этот спектакль уже поставим. Театр кукол – дом чудес и очень мудрое искусство. Оно доходит до сердец, чтобы зажечь живое чувство. Нет ничего дороже, чем видеть радость детей, их переживания за героев. Именно ради этих живых чувств Мария Антоновна вкладывает всю свою душу в работу. В репертуаре нашего театра в основном, конечно, сказки. Сказки русские народные, также сказки других народов мира. Со своим театром мы посещаем клубы и дома культуры нашего района. И не только. Мы выезжаем в этнографический комплекс «Атамань». Бывали и со своим театром в Краснодаре. Аудитория наша, конечно, это дети. И нет ничего лучше видеть радость и счастье в их глазах, когда они сочувствуют нашим героям, громко аплодируют. Мы счастливы в этот момент. Ради этого мы и работаем. Директор Центра культуры и досуга станицы Вознесенской Наталья Нецветайло отметила значимость кукольного театра «Сказка» и его руководителя. 2019 год объявлен годом театра. Для Вознесенского сельского поселения это особенно значимо. Нашему кукольному народному театру «Сказка» исполняется 25 лет. Руководит театром Мотина Мария Антоновна. Она же является его основателем. Мария Антоновна очень замечательный человек. Она вкладывает всю душу в свой театр. Сама шьет кукол, декорации, пишет сценарии. Наш кукольный театр – гордость не только Вознесенского сельского поселения, но и всего Лобинского района. Действительно, если одним из самых известных кукольных театров России является Государственный академический центральный театр кукол имени Сергея Образцова, то в Лобинском районе это кукольный театр «Сказка». Лилица Океан, Игорь Исаков, телекомпания «Лоба».